Мы перемещаемся по городу Киркук с двумя, скажем так, телохранителями, охранниками. Вот один идет с одной стороны в черном, вот за мной идет второй человек. У него сзади вот пистолет вот там виден, оттопыривается. Дело в том, что, ну, как бы несколько лет уже здесь, в городе Киркук, ничего особо не происходило. Но всегда говорят, что здесь как бы спокойно, но вот слово «как бы» оно не исчезает из этих оборотов. Вот, потому что, ну, потому что именно вокруг Киркука и находятся те спящие ячейки, которые выискивают спецслужбы Ирака, которые выискивают ополчение Ирака. Они занимаются тем, чтобы найти людей, которые пытаются вести, продолжают вести подпольную войну. И как бы ты никогда не знаешь, где кто тебя поджидает. Да, друзья, между моим «как бы» и «новой резнью» прошло даже меньше, чем полгода. Это город Киркук, север Ирака. В 21-м году я ездил по деревням на линии соприкосновения с запрещенной группировкой ИГИЛ. Это та самая зона, которую до сих пор не полностью контролирует правительство. То есть, чтобы вы понимали, местные здесь даже спят по ночам с оружием в руках. Прошлой зимой не помогло. Боевики пришли и выжгли деревню. Вот кто-то из местных успел снять пепелище на телефон. Это произошло к югу от Киркука. Террористы выжгли 16 домов и захватили его под свой контроль. Вообще, город Киркук на севере Ирака – место с одними из самых сильных людей, которых я когда-либо видел. Они много лет сплочались вместе, чтобы противостоять набегу террористов. Три года назад это здание захватили члены ИГИЛ. И посмотрите, насколько жесткие бои здесь шли. Это местное население стреляло по зданию. У некоторых людей было оружие. Все они обстреливали его. И в итоге ИГИЛ взорвали себя. Их прижали со всех сторон. И у них не оставалось выбора. В этом выпуске я покажу вам, как живут люди, чьи дома оказались построенными над залежами нефти, за которые разные стороны воюют много лет. Каково это жить в одном из самых неспокойных городов Ирака – Киркуке? Это Лядов и как люди живут из Киркука. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так мы сейчас выезжаем из Багдада и едем на север. И, в общем, там находятся территории, которые всегда были самыми неспокойными в Ираке. На самом деле до сих пор там остаются спящие, скажем так, а некоторые и не спящие, довольно-таки, ячейки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь есть горы, в которых до сих пор как бы прячутся эти банд подполья. Вот, то есть смысл в том, что в горах тяжелее всего воевать. И то есть в горах проще всего убежать, например, спрятаться. Это самое сложное для ведения войны место. И как бы именно поэтому тут боевики выбирают именно те зоны для того, чтобы как можно меньше светиться. Несколько лет назад еще по этой трассе вообще невозможно было проехать. То есть реально прямо здесь ловили террориста людей, иракцев. Там иностранцев здесь вообще не было, но для иностранца это была бы вообще красная тряпка. Вот, с них кто-то требовал деньги, но основное было, конечно, не деньги. Они в первую очередь проверяли их айди-карты и смотрели, что есть ли кто-то хоть как-то связан с правительством Ирака. Все, ну, людей, в общем-то, заканчивали своей жизнью ровно на этих блокпостах. Чтобы понять, почему город Киркук такой необычный, о нем надо знать две вещи. Первая, здесь находится одно из крупнейших месторождений нефти и газа в мире. Вторая, он находится на спорной территории двух мощнейших сил в Ираке. Официальных властей Ирака и региона, который много лет пытается отделиться и мечтает стать отдельным государством. Иракский Курдистан. Там свое правительство, свой президент, своя армия. Если большая часть населения Ирака арабы, то 90% населения Курдистана – курды. Один из немногих народов мира, у которого нет своего государства. При том, что численность курдов больше 45 миллионов человек. Больше всего их живет в Турции, Иране, Сирии и вот в Ираке. Именно в сторону иракского Курдистана мы и выдвигаемся. Надо сказать, что дорога, мягко скажем, не загруженная. Ну то есть реально, вот там проезжает за все время, ну там одна-две машины. Говорят, что в Масул в день может ехать там два, максимум три человека. И то типа утром, когда не так жарко. Едем по дороге, а машины как будто испаряются. Их все меньше и меньше. Ни людей вокруг, ни магазинчиков даже, чтобы просто воды купить. Ощущение, что ты въезжаешь на какую-то военную территорию. Это очень неспокойная территория. Причем проблема в том, что здесь даже не столько в вот этих боевиках Игил, которые тоже иногда где-то вот во всех этих там горах, полях иногда возникают, сколько в напряженной ситуации из-за конфликта арабов и курдов. То есть из-за того, что Курдистан считает себя отдельной страной, а Ирак этого не признает, то здесь, конечно, возникает масса спорных территорий. Пять лет назад курды в Ираке были близки к новому шагу на пути к собственной стране. В Киркуке был назначен референдум за присоединение этого города к Курдистану, но беда пришла откуда не ждали. Разногласия начались десятки лет назад, в начале 1900-х, и продолжаются до сих пор. Багдад утверждает, что эта территория по праву принадлежит Киркуку. Такая же позиция у регионального правительства Курдистана. Оба правительства настаивают на своем праве владения территорией Киркука. Эти разногласия длятся целую вечность. Это происходит и по сей день. Например, мы сейчас находимся на иракской формальной территории, но вот здесь установлен флаг курдов. Посмотрите, видите? Вот, и также несколько деревень, которые мы также проезжали здесь, они тоже установлены здесь под флагом курдов. В общем, здесь абсолютно такой микс, вообще просто абсолютная какая-то мешанина. Совершенно не понять невозможно, кто что контролирует. Мне советуют не выходить из машины по дороге, потому что к иностранцам тут до сих пор особое отношение. То, что сейчас происходит в Киркуке, характерно для всей территории Ирака. Взрывы, террористы-смертники, убийства, похищения. То же самое происходит в Багдаде и во всех остальных городах. Я имею в виду одинаковую частоту возникновения инцидентов по сравнению с другими городами. Взрывы раздаются как в Багдаде, так и в Киркуке. То же самое касается похищений. Они все еще продолжаются? В последние 2-3 года, я так скажу, ситуация в Киркуке была стабильной. Я не могу вспомнить ни одной террористической атаки за последние 3 года. Главная ценность региона — нефтепровод, по которому нефть отправляется из Киркука в турецкий порт, а оттуда — покупателям по всему миру. С апреля 2003 года по конец декабря 2004-го было зафиксировано 123 нападения на иракскую энергетическую инфраструктуру. Нефтяные месторождения Киркука — золотая жила для всех. И для официального правительства Ирака, и для Курдистана, и, конечно, для третьей силы — боевиков-террористов. Поэтому за эти районы они бились особенно отчаянно. Дорога из Багдада в Киркук, если мы посмотрим, большая часть ее была под контролем ИГИЛ, начиная отсюда до Киркука. Это была граница территории под контрольный ИГИЛ. Это на расстоянии одного километра от улицы, по которой мы едем сейчас. Никто не передвигался здесь в ночное время. Исключением были случаи крайней необходимости. Можете привести пример, в чем заключалась опасность передвигаться здесь ранее? Что делали террористы? Иногда они убивали людей. Иногда они забирали водителей, забирали его машину. Множество вещей. Они устанавливали ложные блокпосты, чтобы останавливать военных. Они смотрели их документы и убивали их прямо на этой дороге. Под угрозой находились все — гражданские, военные люди. ИГИЛ было все равно. Тебя ловили здесь когда-либо? Нет. Это произошло с моим братом на этой дороге. Как это произошло? На дороге стоял ложный блокпост. Они спросили моего брата, кто едет с ним. К счастью, у моего брата был студенческий билет. Мухаммед в то время жил и работал здесь волонтером. А боевики не любили абсолютно всех, кто помогал другой стороне. Когда мой брат показал студенческий билет, они сказали ему «Езжай, у нас к тебе нет вопросов». Но они убили людей, которые ехали в машине вместе с моим братом. Они имели связь с правительством? Полагаю, что да. Как долго вашего брата держали на том блокпосте? Он сказал мне, что около двух часов. Он был очень напуган, когда я вернулся домой. Это был очень тяжелый момент. Когда ты понимаешь, что твоя жизнь находится под угрозой, ты не знаешь, что будет с тобой дальше. Лето 2014 года. ИГИЛ наступает на Ирак, захватывает второй крупнейший город страны Масул и превращается в крупнейшую террористическую группировку мира. Их задача не просто захватить города, а выйти на самостоятельное финансирование. Богатый нефтью Киркук для них как мешок с деньгами. Вот так выглядит типичное перемещение по трассе. Каждые полчаса-час ты упираешься в блокпост, и твой сопровождающий идет разговаривать с местными. Здесь людям абсолютно все равно, есть ли у тебя виза, нет ли у тебя визы. Вообще, может, ты какой-то, я не знаю, президент, например, какой-нибудь страны. Всем по херам. Если нет какого-то, значит, местного человека, который приехал тебя встретить и сказал, что я беру за него ответственность, тебя сюда не пустят. И вот мы сейчас ждем нашего связного, нашего человека, который должен приехать и как раз туда провести. Вон в зеркале видно. Видимо, двоих сопровождающих, которые и так едут с нами, Озен и Мо, мало. Ждем еще кого-то. Обстановка, на самом деле, не самая комфортная. Места работы полицейских отгорожены от дороги огромными каменными щитами. Снимать тут категорически запрещено. Я пошел в туалет, чтобы все-таки разглядеть блокпост. Есть абсолютно типичный чекпоинт в отдаленных районах Рака. Тут такие огромные стены, которые выставлены вдоль дороги, чтобы защищать взрывные волны. Дальше несколько чекпоинтов. Которые стоят поедут, проверяют курсов у каждого. В итоге мы дожидаемся и приезжаем. Еще немного, и мы в городе. Так выглядит бывшее здание отеля в городе Киркл. То есть, вот видно, насколько вообще просто расхреначено абсолютно все. Выбиты стекла, простреляны все этажи абсолютно. Как бы пули пролетали и на уровень, и на первый этаж. Вот посмотрите. Вот это вот явно пуля от мощного пулемета, потому что вот эта вот пуля маленькая от автомата, это вот снова от мощного пулемета. И тут просто все изрешечено. Если посмотреть на здание целиком, то просто вообще, конечно, мурашки по коже, потому что ты понимаешь, что была невероятно жестокая битва за это здание. Три года назад это здание захватили члены ИГИ. Они готовились к этой операции длительное время, потому что внутри здания было много оружия, еды и других вещей. Они начали расстреливать людей на улицах. Оттуда, из окон. В здании были гранатометчики, снайперы. Я думаю, что там было шесть или семь человек внутри этого здания. И можно увидеть, что здесь велись ожесточенные бои между местным населением. У некоторых людей было оружие. Все они стреляли по этому зданию. Прикиньте, все население города фактически объединилось против боевиков. Это тот самый город, в котором я показывал вам оружейный магазин с колоритным продавцом. Посмотрите, целый отдел, например, дробовиков. Вот это вот турецкие. Вот, дальше еще какие-то продаются. Вот, реально, я просто, честно говоря, в шоке. Я такого количества оружия не видел вообще никогда. То есть вы понимаете, что оружие тут есть практически у всех. Весь город сплотился против боевиков. Дальше начались авиабомбардировки. Задача которых была в том, чтобы выкурить террористов из подвалов домов, в которых они прятались. Подъезжаем к отелю. Коротко о мерах безопасности. Смотрите, рамка металлоискателя. Ну ладно, этим никого не удивишь. А рядом, посмотрите, стоит боец в полной экипировке. В руках автомат Калашникова и полная разгрузка. Куча маленьких сумок на спине. И два дополнительных магазина на груди. Рядом человек, который будет нас сопровождать. Смотрите, засунул пистолет за джинсы и просто накинул на него футболку. Сами местные жители очень доброжелательные. Я серьезно, прям охренеть какие приветливые. В одном из кафе чувак, когда узнал, что я прилетел издалека посетить Киркук, догнал меня и подарил мне свое кольцо. Я отказывался брать сколько мог, но он все-таки отдал его. Надо мне сказать, что город Киркук сам, мне кажется, очень дружелюбным. И даже хорошо меня принимает. Люди спокойно довольно реагируют на камеру. Но иностранцы здесь бывают крайне редко. Вообще практически никогда не бывали в Киркуке иностранцы. Более того, даже люди на блокпостах иногда, когда въезжаешь, показываешь им визу, они не понимают, что такое виза. Потому что не привыкли люди к этому. При этом добраться в иракский Курдистан сегодня довольно просто. Его столица город Эрби. Находится в часе езды от Киркука. Но там реально безопасно и можно спокойно гулять по улице даже вечером. При этом вечером обстановка опасная. Иностранцы привлекают тем, что за них можно получить выкуп. Поэтому город выглядит как фортификация. Пять минут на то, чтобы выдохнуть. Жара в Ираке летом просто безумная. Плюс 55 градусов считается нормальной температурой. Встретить уличного торговца, у которого будет лед, большая удача. Этого я встретил по пути из аэропорта в столице. Здесь очень распространен такой интересный вид уличной еды. И лимонады, которые прямо здесь делают из Севенапа. То есть стоит просто человек, вскрывает бутылку и прямо, соответственно, накидывает вам коктейли. А еще очень любопытно то, что здесь до сих пор принимают бутылки. То есть сдают бутылки, потом в них же наливают. Короче, я сейчас буду наслаждаться чудешнейшим напитком. Это чисто иракский напиток. Не знаю, понятия не имею, как он называется. В общем, это Севенап с имбирем. Вот. Я думал, что с имбирем обычно пьют что-то, если у тебя какой-то, знаете, типа грипп или еще какая-нибудь херота. Ну и, конечно же, как всегда, мою трапезу добавляет прекрасный запах. Видите, что происходит? Здесь вот стоит мусоровоз, который пытается, значит, загрузить мусор. И из него очень обильно вниз текут помои. Прям так обильно, что, знаете, я прям вот их чувствую, как будто вот они по мне текут. Такое вот ощущение. Ну, да, поэтому всегда это, знаете, когда пробуешь в таких местах что-то местное, это всегда не просто напиток, а это напиток с ароматами, с контекстом, что называется. Ну, давайте попробуем. Очень, на самом деле, вкусно. Безумно сладко. Как-то просто охренительно вообще сладко. Бля, у меня сейчас глаза слипнутся. Мне кажется, у меня сейчас кожа на лбу слипнется от того, как реально это сладко. Ну, даже сложно чем-то сравнить. Ну, как бы, знаете, как будто с 7-Up засахарили. Вот примерно такое ощущение. В Киркуке туристов почти нет. Обстановка здесь отличается от того, что можно увидеть в столице Багдаде. Дорогу могут перекрыть просто каким-то бампером, тремя кирпичами и кучей веток. Но вдали будет стоять бронированная тачка с укрытием для пулемета на крыше. Вот еще одна такая же. Тут можно прямо разглядеть пулемет. Много зданий выглядит так, будто война здесь не закончилась. Скажите, можно ли сказать, что ИГИЛ полностью побеждены? Нет, конечно, не можем. В настоящее время мы находимся в Киркуке. И тут также присутствует ИГИЛ. ИГИЛ в настоящее время восстанавливает свою активность в таких районах, как пустыня Аль-Баадж и других районах. Есть спящие ячейки, которые ждут и пытаются воспользоваться возможностью, чтобы настроить людей против народного ополчения под предлогом того, что мы убиваем невинных людей. ИГИЛ переосмыслило оснащение своих бойцов. Так что наша битва еще не окончена. Вне зависимости от этого, мы будем здесь. Это здание атаковали три раза. Я не знаю, это ведь просто ресторан. В чем была причина? Не знаю. Бомбардировка велась с воздуха? Нет, кто-то зашел и положил бомбу внутрь. Мой брат и его брат были ранены во время этого. Ему оторвало ухо. Это интервью с Мухаммедом мы записывали в июне 21-го года. Он родился в Киркуке. Пережил в Ираке несколько войн. Работал то фиксером для журналистов, то волонтером, который помогал раненым. Возил одежду, людей из-под обстрелов. Мухаммед думал, что привык ко взрывам. Однажды мы мирно сидели в этом доме. И я увидел, что все начало лететь прямо внутрь. Даже входная дверь задело мою маму, отца. Весь район был полностью уничтожен. И мы не понимали, почему. Просто потому, что мы здесь живем? Нет ответа на этот вопрос. Мы всегда задавались вопросом, почему. Он много лет работал ради того, чтобы популяризировать свою страну. Я хочу поменять мнение людей о том, что Ирак – закрытая страна. После новых законов Ирак стал открытой страной. Но если у вас есть хорошие люди, которые готовы вам это показать, здесь есть много хороших. Я первым в Ираке начал приглашать людей. Так было до введения этого закона. Я приглашал людей, на мне была ответственность. Это было тяжело. Я ездил в Багдад четыре раза, чтобы получить всего одну печать, чтобы приглашение одобрили. И даже если не разрешали пригласить в Киркук, я должен был каждый раз самостоятельно ездить в министерство, подписывать множество документов, что я буду отвечать за этого человека на протяжении месяца. Его задача – сделать так, чтобы люди узнали об Ираке не как о горячей точке. Хотя для его семьи это было непросто. Его отец в свое время не мог смириться с тем, что творил диктатор Саддам Хусейн. Кстати, важнейший человек для понимания истории Ирака. Было время, когда Ирак практически не мог распоряжаться своими запасами нефти. Это делали державы посильнее – Англия, Франция, США. В 20 веке раздражение простых людей против иностранных манипуляторов начинает расти. И вскоре в Ираке появляется молодой и яркий политик – 20-летний Саддам Хусейн. Он выступает за свержение установленной британской иракской монархии, принимает участие в двух переворотах и в 68-м году приходит к власти. Начинает сотрудничать с Советским Союзом и, набравшись смелости, национализирует главную компанию, которая продавала нефть на Запад. На этой волне Хусейн становится суперпопулярен среди населения. Улучшается образование, здравоохранение. И в 70-е годы Ирак становится по количеству денег практически Дубаем – одним из богатейших стран арабского мира. Нефть при этом приносит 95% валютных доходов страны. Вскоре он начнет превращаться в диктатора. Через 23 года у власти весь Ирак в портретах Хусейна. На каждом десятом кирпиче при строительстве он приказывает писать его имя. В Багдаде, как в Северной Корее, открывают музей подарков Саддаму. Его переизбирают на референдуме, где в бюллетене, кроме него, нет ни одного кандидата. На предпоследнем голосовании у него рейтинг 99,96%, на последнем – ровно 100%. Мой отец бежал из Ирака, потому что во времена Саддама Хусейна его хотели убить. Потому что они видели, что в то время он выступал против правительства. Я вырос без отца. Я работал, чтобы помочь семье, потому что моя мама получала 3 доллара в месяц. Такая у нее была зарплата. И мы с моим братом работали, чтобы прокормить семью. Я не видел отца 11 лет. Когда он вернулся, он думал, что все эти иракские политические лидеры жили роскошной жизнью. В то время, как мой отец ночевал в магазине. И они сказали ему, ты выступаешь против режима Саддама Хусейна. Они хотели поймать и убить его. Он обратился в министерство Иордании, а затем уехал туда на 7 лет. Затем еще 4 года он жил в Сирии. Он ночевал в магазинах, в мечетях. И все те, кто говорят, что мы выступаем против правительства, все они прекрасно жили и получали зарплату. Когда они вернулись в Ирак, они получали должности. А когда мой отец вернулся в Ирак в 2003 году, он был разочарован. Он провел долгие годы вдали от своей семьи. И когда он вернулся, все те документы, которые были составлены против него, он не мог получить ничего до этого момента. Мы выросли без отца. На рынок нас ведут те самые люди, которые встречали нас. Напомню, на этот момент Киркук уже два с лишним года как был освобожден от террористов. Как бы? Потому что угроза даже в центре города ощущалась буквально в воздухе. Мы сейчас идем на центральный рынок. И вот ребята, охранники сказали мне, чтобы я вообще не отрывался от них на этом рынке, потому что это очень местное место. И дело в том, что просто здесь практически никогда не было иностранцев. И люди многие просто даже не знают, кто есть кто. И просто они видят незнакомое лицо. И воспринимают иногда человека как просто иностранца, который принес много боли и страданий этому народу. А, к сожалению, так действительно и получилось. Даже въехать в город Киркук просто так нельзя, только если есть кому вас принять. Военные и полиция пропускают только, если кто-то придет и провезет вас под свою ответственность. Внутри Киркук производит максимально необычное впечатление. С одной стороны, огонь горит, смотрите, как будто после бомбежки. Военные натовские тачки. А с другой, смотрите, чуваки сидят, чилят с кальяном. Причем, зацените, кальян еще и с охлаждающим девайсом. Парень не поленился, отрезал кусок бутылки, положил лед и кайфует. Видите вот эту железную корягу? Знаете, что это такое? Это на самом деле военные ежи. Обычно во время военных операций такие выставляют там, где не должна пройти техника врага. То есть она напарывается на нее и, соответственно, ворвет гусеницы и так далее. Так вот здесь, в городе Киркук, вот эти военные ежи используют в качестве ограждений от неправильной парковки. Типа, вот смотрите, здесь вот ест такой, типа, туда въезжать нельзя. Поэтому вот еж поставили. Если ты слышишь взрыв, значит, он уже случился. Но иногда ты можешь видеть взрыв, но пока не слышать ничего. Потому что скорость звука меньше скорости света. Это происходит через пару секунд, в зависимости от места взрыва. И затем начинают разлетаться осколки в радиусе одного километра. Это зависит от силы взрыва. Осколки начинают падать на голову. Поэтому нужно быть осторожным, даже когда ты увидел взрыв. А вы сами видели взрывы? Да, много раз. Несколько раз. Серьезно? Я видел взрывы самодельных бомб. Контролируемые взрывы. Я видел взрывы машин-смертников и так далее. С одной стороны полицейские машины, вышки с пулеметами. А с другой рынок, где продают ароматы для мужчин. Любезный продавец с удовольствием обрызгает вас из шприца. Так что вы будете пахнуть хоть в ресторан. Иди их хоть на свидание. Очень необычно выглядят кафешки в Ираке. То есть это не как у нас. Ты заходишь и стол. Нет, вот такое довольно большое помещение одно. Вот. И лавочки по периметру. И возле лавочки, соответственно, рядом с вами ставят вот такую табуретку. Вот, высокую. Вот. И на эту табуретку вам приносят, например, там петельницу. Кальян очень удобно здесь, в общем, тоже курить. Шиши он здесь называется. И самое колоритное, это, конечно, чай иракский. Вот. Такой, ну, как бы, в общем, традиционно арабский. Очень необычный. То есть все сидят, люди так вот пришли и на табуреточках посидели. Прикольно. У нас такого никогда не видят. Идешь по рынку и глазам не веришь. Вот здесь вполне себе такие красивые костюмы свадебные. А потом заходишь и смотрите, какой тут интересный отдел. Просто огромный отдел. Просто заварен оружием. Реально, просто такого количества оружия в одном месте нигде не видел. Это абсолютно легально. То есть у них есть лицензия. Вот. И здесь, например, вот продаются пистолеты. А вот тот самый колоритный продавец Калашниковых. Когда я был ребенком, я любил оружие. Я увлекался им с детства. Я возился с оружием. Например, вот это ружье. Я мог разбирать и собирать его. Я разбирал его на детали и собирал снова. Когда мне было 17, я изготавливал детали оружия. Затем я хотел заняться этим официально. А что это за автомат? Это российский автомат Калашникова. Это очень мощное оружие. А патроны к нему достаточно дешевые. 500 долларов. 500 долларов? Это оружие уже использовалось? Да. Новое стоит 1500. Выходишь, а тут спелые априкосы, целая тележка. Запах аж сносит. А в пяти минутах вообще отдел самой безумной мелоты в мире. Вот так говорят, ирак, ирак, да? А на самом деле они здесь придумали какой-то невероятный ноу-хау. Я такого не видел вообще ни в одной стране мира. Посмотрите, здесь продают цыплят. Их красят в разные цвета. Вот, например, друг ко мне пришел красненький какой-то, да? Вот еще тут оранжевый. Стой, куда погнал? Да стой, иди сюда. Блин, оранжевый какой, какой шостерый. Я не видел вообще ни в одной стране мира. Но это же очень круто, очень мило. Посмотрите, какой красавчик, а? Ну какой красавчик, зеленый. Я бы себе, конечно, взял... Даже смотри, они такие крохи, желтенькие, желтенькие. Посмотри, какой чудесный вообще перец. Круто, вообще кайф. Такой вот город контрастный. Еще здесь есть очень интересное заведение. Иракский тряпочный киоск. Зацените. Из-за того, что здесь безумная жара на всех рынках, они придумали очень интересный девайс. Знаете, как бы здесь не смогли построить полноценную палатку, да? Полноценную какую-то торговую точку. Это обычная палатка, которая завешена обычным одеялом, в котором, смотрите, они так очень прикольно вырезали вот такие дырочки для того, чтобы было удобно покупать. То есть вот как раньше, вы знаете, у нас в киосках подходишь, да? И там окошечко. И так же здесь ты подходишь, тут окошечко. Через него пролазишь. И, соответственно, там покупаешь бананчики, там помидорчики и так далее. Очень удобно, да? То есть как бы человек внутри не умирает от жары. И как бы каждый тоже может подойти и купить. По-моему, вообще кайф. Тебе вроде должно быть спокойно от того, что ты проезжаешь чекпоинт, на котором люди с оружием, да, и которые, в общем, как бы должны контролировать ситуацию. Но при этом ты понимаешь, что если какие-то сумасшедшие вот эти бандосы, которые до сих пор остаются где-то в этих полях, заседают, если они хотят условно устроить какую-то заварушку, да, то есть они будут бить по самому сильному. Ну, то есть они как раз будут бить не просто там по полю, да, не просто по деревне какой-то. Они, конечно, будут бить по постам. И поэтому это такое двоякое чувство. Ты вроде понимаешь, что как бы ты в безопасности. В моем городе было очень много взрывов. Это привело к тому, что мы стали очень осторожными. Даже находясь дома, мы не подходили к окнам, мы не ходили в кафе, не сидели возле окна. Обычно, когда происходит взрыв, стекла лопаются и летят осколки. Все мы вели себя очень осторожно, потому что многие люди пострадали из-за этого. Даже сейчас мы испытываем панику, когда находимся в оживленных местах. Мы ожидаем, что что-то произойдет, потому что в те годы много взрывов происходило в людных местах, и много людей погибло ни за что. Поэтому люди научились вести себя осторожно, избегать людных мест, не сидеть возле окон. Также люди научились самостоятельно баррикадировать окна. Они обматывают окна пленкой. Но при этом ты понимаешь, что от кого-то неожиданного безумия, конечно, ты не можешь быть здесь защищен. Останавливаешься купить каких-нибудь яблок на дороге, проходишь за магазинчик, а тут вот. Полностью разбомбленное здание. Прям так, знаете, разбомблено знатно. Вот прям сейчас подойдем поближе. Такое чувство, что сюда было прям прямое какое-то попадание. Причем авиабомбы очень мощные, потому что, смотрите, оно просто в мясо. Просто в мясо разбомбленное абсолютно дом. Осталась одна арматура, которая сейчас выглядит, как будто какие-то нитки. Реально, знаете, разорвали руками. Честно говоря, жутко, потому что, смотрите, вот сваи, перекрытие. Все просто схлопнулось прямо здесь. Мы сейчас ехали в город, который называется Туз-Хурмату. И максимально быстро мы должны почему-то проехать этот город. Дело в том, что здесь до сих пор есть угроза внутренних стычек. Причем как бы ИГИЛ, запрещенная организация, до сюда не добрался. То есть где-то в пяти километрах от этого города террористы остановились. И здесь не было таких боев уличных. Здесь город не бомбили с воздуха и так далее. Но при этом город все равно выглядит довольно таким, знаете, как будто бы, знаете, не разбомбленным, а не достроенным. Ну, просто это вот такое как бы место. Вот. При этом все равно сохраняется напряжение другого толка, то есть не связанное с людьми в черном и с автоматами. Потому что здесь у них местные стычки на религиозной почве всякие разные происходят. Водитель говорит, что эти территории были под контролем ИГИЛ. Был авиаудар. Он говорит, что он не может остановиться здесь, потому что здесь это запрещено, в этом районе. Но вы увидите разрушение из машины. Эта башня, она подверглась авиаудару. А сейчас проходят какие-то операции? Да. Ежедневные операции проходят в этом регионе, который они контролируют. В некоторых зонах по-прежнему есть тайные убежища. Глубоко в горах. Глубоко в горах. Глубоко в горах. Глубоко в горах. Но если честно, когда смотришь глубже и внимательнее, в глазах людей замечаешь что-то, от чего появляются мурашки по коже. Знаете, что я вижу в их глазах? Как будто ты вроде пережил войну, но ощущения, что она полностью закончилась, нет. Глаза мужчин как будто немного потухшие, словно ожидающие, что без боли в этой жизни не прожить. А глаза женщин, честно скажу, так интересно вглядываться в глаза женщин, как в Ираке, мне нигде не приходилось. Ведь лицо, а часто и глаза закрыты хиджабом, и поэтому, когда попадается женщина с открытыми глазами, ты понимаешь, насколько личные тайны может хранить взгляд. Глаза Кяфсар забыть сложно. Мы встретились с ней в Фалудже, когда одна из мам рассказывала о том, что пережила. Слезы у Кяфсар появлялись сами собой. А скажите, что вы помните от войны? Какая история запомнилась вам больше всего? Все истории здесь похожи друг на друга. Я каждый день работаю с десятками таких женщин, наблюдаю их истории, и они, конечно, влияют на меня. Кяфсар занимается психологической поддержкой женщин, которые, пройдя войну, остались почти одни или совсем одни. Я пыталась найти мужа и опубликовать его фото в газетах. Все они исчезли, и мы не слышали от них никаких новостей. Я думаю, войска армии их убили. Это то, что я чувствую, ощущение. Во время войны боевики часто не церемонились, набирая бойцов в свои ряды. Со мной связывались женщины, которые были готовы продать своих детей, чтобы получить деньги на жизнь. Многие женщины покончили с собой, совершили суицид. У многих женщин есть психические расстройства. Они потеряли связь с реальностью, с тем, что происходит, потому что эти женщины потеряли многое. И они не хотели больше жить в этой реальности, потому что они потеряли все. То же касается и детей. В их жизнях произошло то же самое. Знаете, мы иностранцы часто наблюдаем за Ираком со стороны и думаем, что женщина сейчас не может выжить одна в мусульманской стране. Это так? После самого страшного, через что мы прошли в Ираке, сейчас женщины имеют свое место в сообществе. Я лидер, потому что благодаря тому, через что я прошла, сейчас я могу сделать больше для сообщества. И я могу жить одна, работать. Я член парламента. После всего пережитого в Ираке у женщин появилось свое место в сообществе. А у вас есть мечта? Моя мечта – открыть центр для детей и женщин, которые потеряли своих родителей, или если женщины потеряли мужей. Потому что некоторые женщины сейчас вынуждены заниматься нелегальными вещами, чтобы зарабатывать на жизнь. Вы имеете в виду проституцию? В ответ Кефсар только улыбнулась и смахнула слезу. Вы занимаетесь очень хорошим делом. Спасибо. Это же воодушевляет других женщин. Да, это и есть причина, по которой я открыла центр здесь, в Альфа-Лоджи. Потому что многие женщины совершили суицид. По этой причине я бы хотела быть для них примером. Мои ощущения от Ирака – что-то между восхищением и дикой обидой. Когда ты идешь по городам, ты понимаешь, насколько великая культура стоит за этой страной. Когда присматриваешься к прострельным стенам, не можешь поверить, что все это можно было уничтожить за несколько лет. То же самое и в глазах людей. Никакой беззаботности, никакой легкости. И ощущение, что в любой момент может начаться что-то новое, страшное. И моральная готовность к этому, знаете, как будто скукоживает изнутри. И заставляет быть постоянно на чеку. Субтитры создавал DimaTorzok